Прошел год с начала специальной военной операции. За это время многое произошло в России. И наряду с явными победами на Украине и Донбассе перемены ежедневно происходят в обществе, в мыслях людей. На поверхность вышли явные промахи и ошибки. Но, как показала жизнь, именно они делают нас сильнее и сплоченнее. Через призму происходящих событий становится хорошо видно, где свои, а где ставшие практически чужими. В Крачаево-Черкесии своих тоже не бросают. Четыре ежедневно приходит информация, что организовываются новые производственные цеха по пошиву предметов первой необходимости для военнослужащих. Очередной такой цех в конце прошлого года был открыт в поселке Буково Зеленчукского района. Может быть, цех – это сильно сказано? Маленькое помещение на первом этаже многоэтажки. Но лиха беда – начало, как говорится. Марина Спангенберг, специалист по связям с общественностью Сауран. Замечательная мама, навыками шитья обладает с детства и, интересуясь именно этими вопросами, подписалась на таких же женщин из Перми и Новосибирска. Дальше – больше. Они вступили в движение помощи нашему фронту, солдатам шить. И я впечатлилась этим, вдохновилась, начала с ними связываться по этим вопросам. И меня сориентировали, где можно взять ткань, где выкройки можно взять, как это шить, куда отправлять. Ну, в общем, эти вопросы уже, конечно, нарабатывались, начиналось все с этого. У нас семь закроющиц получается и 10 швей. Ну, в общем, это люди, которые любители шьют в основном по домам. Здесь, в этом помещении мы занимаемся, раскроем, а потом мы раздаем швеям, они шьют по домам, все это собираем и отправляем. К этой работе подключились очень многие. Помогают кто чем может. Денежные средства, ткани, фурнитура, готовые вещи, да просто добрые слова – в дело идет абсолютно все. Когда вначале не было совсем тканей, мы просили какие-то старые вещи. Мы начинали с того, что перешивали куртки. Вот у нас есть одна швея, прям, я не знаю, низкий поклон. Она просто распарывала каждый шов, и мы с этого начинали. Когда я поговорила с одним парнем оттуда, он мне заказал варежки, которые могли бы быть такого размера и теплые, чтобы их можно было на тактические перчатки вот вдеть руки, погреться где-то. Начинали с этих варежек. Выкройку делали, сами отрабатывали, много чего как бы не получалось поначалу. Потом все-таки отработали, хорошая выкройка, и очень понравились эти варежки. Начиналось с этого. Потом пошли балаклавы, термобелье, вот сейчас толстовки шьем. Очень теплые, флисовые, опять из того же флиса, который нам Единая Россия помогла приобрести. Внутри мы делаем их белыми, ну, просто потому, что они, чтобы двойной флис, чтобы теплее было. И если будет необходимость, например, можно вывернуть, и будет такого снежного, скажем так, цвета. Поддержкой военных, мобилизованных и их семей занимаются многие благотворительные организации, общественники, политические деятели. В том числе и региональные общественные приемные партии Единая Россия. Основное направление приемных – работа с обращениями граждан. На основе таких обращений и предложений появился проект «Мастерская добрых дел», который объединил те, кто хотел бы оказать посильную помощь. Наша приемная, конкретно в нашей республике, присоединилась к этому проекту в декабре прошлого года. Мы как раз занимались в тот момент сбором новогодних подарков для наших ребят. Школьники собирали подарки, приносили, делали открытки новогодние. И вот как раз тогда мы познакомились с Мариной, с организатором группы, которая собрала единомышленников, которые делают то, что умеют и помогают нашим ребятам. Мы занимались приемной чем? Искали ткани, занимались закупкой, доставкой. Это, кстати сказать, что не совсем, конечно, оказалось легко. Помощь нам в закупке этого всего оказали сенаторы, депутаты Госдумы от нашей партии, от нашей республики, члены парламента нашего республиканского и фракция нашей партии «Единая Россия» в городской думе города Черкеска. В полном составе они приняли участие в этом деле. И хотелось бы поблагодарить всех за бескорыстный труд такой, за понимание ситуации. Своих не бросаем. Шьем пятиточечники, так называемые. Это вот такие сидушки. Если их развернуть, получается лежанка, можно сказать. Основные жизненно важные органы уже не пострадают от холода, будут защищены. И сейчас это просто, скажем, полуфабрикат. Туда будет вставлен пенолон, и тогда мы уже это все отправим. Они продуманы очень хорошо и на пояс, то есть на тактический ремень можно прицепить и на пояс, и сделать повыше, пониже их. И потом вот этот вот все карман на липучке, если его открывать, его можно использовать как карман для носилок. Носилки мы сейчас тоже раскроили, но поскольку машинки у всех бытовые и не всегда берет толстые ткани, нам один добрый человек купил машины для прямострочку для толстых тканей и оверлок. И мы планируем начать шить носилки вот такого плана носилки, которые сворачиваются очень компактно, на них выносить хорошо раненых удобно. И как раз вот этот карман в пятиточечнике может служить карманом для носилок. В небольшом помещении швейных машинок, а тем более промышленных, много не установишь. Поэтому больший объем работы женщины забирают домой. Это, конечно, создает некоторые неудобства и тормозит производственный процесс. Иногда приходится некоторая операция, делает одна швея, потом она передает другой шве, и та доделывает, потому что машинка получше. И вот из-за этих всех организационных моментов не всегда быстро получается. Но в самое ближайшее время предоставят помещение большей площадью, а также приобретут несколько швейных машинок и оверлоков. Благодаря этому планируем начать шить какие-то более серьезные вещи из кордуры, может быть, разгрузки, бронежилеты. У нас даже заказы на это есть. Ну, вот пока средств не хватало, сейчас будем. Машинки где-то уже в пути, скоро будут у нас. За сравнительно небольшой отрезок времени в зоны СВО было отправлено более сотни балаклав, столько же флисовых толстовок и варежек, 30 штук пятиточечников и более десятка носилок. Еще бы, конечно, великую благодарность хотел бы объявить тем людям, которые нам сделали вот это приспособление для носилок, вот эта вот доска, ну, струна, которая режет для пятиточечников липучку и стропу. Еще одно изделие разработано и поступило в производство. Вещь нужная для военнослужащего, особенно в холодное время года. Характеристики самые положительные. Вот эта ткань, алова называется, она с одной стороны вот такая бархатистая немножко, а с другой стороны мембрана, клеенка. Из нее вообще шьют охотникам, рыболовам, но вот сейчас эту ткань используют для маск-халатов, маскировочные костюмы. Ну, халаты они называются просто потому, что так привычнее называть. Вообще это костюм, брюки и куртка, которые надеваются на полностью укомплектованного человека сверху, просто как маскировочные такое. Практически с первых дней здесь работает Ирина Таранцева. Ирина – экскурсовод. Водит туристов по территории средневековых аланских храмов. «Я человек абсолютно не шьющий», – говорит о себе Ирина. Но очень хотелось помочь в этом деле, хотя бы тем, что смогу. Сейчас вот затишье такое, у меня работы практически нету, поэтому я не очень устаю. И у меня есть возможность прийти и вот что-то поделать. Я обвожу выкройки, вырезаю их. Эта работа тоже, я считаю, нужная, поэтому, в общем-то, надо принимать в ней участие. Ну вот за вчерашний вечер мы выкроили, 50 выкройек, в общем-то, нарисовали и вырезали вдвоем с еще одной женщиной. Все выкройки, по которым работают Марина и ее коллеги, специально для военных разработали Ольга Груздева и Елена Потыкова из Новосибирска. Вся информация выкладывается в открытом доступе, предоставляется бесплатно в группе «Шьем для наших». Есть обратная связь. В рабочем процессе можно что-то подкорректировать. Марина, что это у вас в руках похоже на костюм лешего, кикимора болотный? Что это такое? Да, на самом деле, вот конкретно это и есть костюм лешего. Он шился для новогодних праздников на утренники детские. Но на самом деле мы просто так отрабатывали технологию. Мы хотим заняться пошивом сеток маскировочных для военных. И вот из обрезков, у нас вообще безотходное производство, хотим шить, такие вот сетки делать. Попробовали на костюме. Только будет зеленый цвет присутствовать? У нас и зеленый есть, и оталовы, которые будут обрезки, светлые для зимних сеток тоже. Казалось бы, женщины, мамы, сидите дома, воспитывайте детей, занимайтесь семейным бытом. Но это не про наших российских женщин. Наши особенные. Наши своих не бросают. Семейные люди пытаются воспитывать патриотизм в детях, потому что без этого никуда свою родину любить надо и помогать. Но вы чувствуете свой вклад? Да, конечно. Я рада, что как возможность есть это сделать. Не остаются в стороне от оказания помощи нашим военнослужащим в зоне проведения СВО и депутаты городской думы Черкеска. Городские депутаты и Денроссы собрали денежные средства, на которые приобретены материалы, из которых были изготовлены предметы обмандирования, личной экипировки военнослужащих. На сегодняшний день все эти вещи уже отправлены в зону проведения специальной военной операции. Что будет дальше, покажет время. Ну а пока ясно одно. Мы вместе. Мы за наших. И мы своих не бросаем. Редактор субтитров А.Семкин